Приветствую подписчиков и гостей канала «Всё о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня у нас топ-5 рейтинг лучших китайских телевизоров. Китайская техника, она вообще уже ушла далеко вперёд, особенно за последние 15 лет. И сейчас многие модели телевизоров, они, в общем-то, либо приблизились к корейским и европейским образцам, либо даже их превзошли. Ссылки на все телевизоры, присутствующие в нашем рейтинге, вы найдёте в описании к данному ролику. А мы начинаем и возглавляет наш рейтинг телевизор TCL55C828 QLED. Это 2021 года модель, но она уже серьёзно так полюбилась покупателям, потому что отмечают, что это очень хороший навороченный телевизор, с большим количеством технических плюшек, и при этом цена его намного ниже корейских аналогов. Ну вот, например, если взять телевизор тот же Samsung, с похожей конфигурацией, с похожей диагональю, он будет стоить почти что в три раза дороже. Поэтому смотрите сами, что называется. Если не хотите переплачивать, обратите внимание на китайский аналог, тем более, что он не хуже, а в чём-то даже и лучше. Диагональ здесь 55, разрешение 4К, частота обновления экрана, прошу обратить внимание, 120 Гц, HDR10+, поддерживает, QLED, да, технология экрана, качество изображения, если даже с Samsung сравнить, вот прям рядом их поставить, в общем-то приблизительно то же самое. Разъёмы, интерфейсы все необходимые присутствуют. Ну и здесь платформа Smart TV, не тормозящая, хорошая Android TV. Встраивается телевизор в систему, в экосистему умного дома, беспроводная связь, Wi-Fi, Bluetooth и мощность звука 50 Вт. Чуть-чуть поменьше, чем у аналогичного Samsung. То есть, технологии, которые здесь внедрены, они тоже, в общем, хороши. Тут и антибликовая технология, и мощный процессор, и много чего ещё. И при этом цена 85,990 хорошая. Но, правда, надо смотреть, сравнивать. Где-то вот за 98 его продают, где-то вообще 161 тысяча. Поэтому очень внимательно подойдите к выбору продавца. Соответственно, где-то можно купить прям реально дешевле эту модель. 4,9 оценка на Яндекс.Маркете. Но если вообще посмотреть на отзывы людей, то они приближаются к восторженным. Есть, конечно, там те, кто пишет, что вот, китайцы опять. Но чаще всего это всё-таки накрученные отзывы. Кто реально купил и попробовал, те говорят только хорошее об этом телевизоре. Следующий вариант – это телевизор Xiaomi. Полное название, видите, на экране. Диагональ почти 50-49,5. Но эта модель попроще. Сразу говорю, не стоит от неё ждать тех же самых высот, что и от предыдущей модели. Здесь также 4К он поддерживает, но частота обновления экрана только 60 Гц. Формат HDR10 он поддерживает. Тоже куча выходов разъёмов. Smart TV, Android TV. 51 749 рублей стоит он. И где-то цена доходит до 56 почти что тысяч. Могу отметить, что этот телевизор достаточно качественно передаёт изображение. Он ремонтопригодный, не ломкий. Хотя некоторые говорят, вот китаец, там они ломаются через год. Это неправда. Сборка, технология сборки, проверка качества – всё это на уровне, поэтому не переживайте. 262 отзыва на Яндекс.Маркете. Говорит о том, что это хитовая модель. Следующий вариант – это также телевизор Xiaomi. Но ещё более простая модель. Ввиду того, что и диагональ тут поменьше, да, 43 всего. Ну и сама по себе как бы модель чуть-чуть попроще. Не существенно, но чуть-чуть попроще. То есть также здесь куча выходов. Также Smart TV. Мощность звука 16 Вт всего лишь. Стоит он 40 790 рублей. Это хорошая цена. Ну, где-то доходит цена почти до 50 тысяч. Но за такие деньги его покупать, конечно, не стоит. У него там красная цена в пределах 45 тысяч. Следующий вариант – это телевизор более простой. Среднего ценового сегмента. Полное название видите на экране. 2021 года модель, новенькая. Пока что о ней не так много отзывов на Яндекс.Маркете. Хотя на других площадках уже раскушали, что называется. И говорят о том, что за свои деньги прекрасный вариант. 4К поддерживает. 60 Гц частота обновления экрана. Кучу форматов поддерживает. Да, в этом плане он к Самсунгу приближается. Значит, разъёмы, интерфейсы все необходимые есть. Платформа Smart Android TV. Ну, вот только мощность звука, на мой взгляд, слегка маловато. Хотя для такого ценового сегмента это нормально. 20 Вт. 52 990 он стоит. Ну, и в принципе, это как раз хорошая его цена. В пределах 53 тысяч. Дороже, покупать его нет смысла. И завершает наш рейтинг бюджетный телевизор. Hisense 32A46G. Это телевизор для тех, кто не заморачивается. Просто нужен телевизор за небольшие деньги. Это вот как раз тот самый ваш вариант. 32 диагонали у него неплохо. Разрешение HD. Частота обновления экрана 60 Гц. Неплохая матрица у него идёт. Куча выходов, что позволяет, скажем так, расширить его возможности. Ну, и здесь нету Smart TV. Но, опять же, можно подключить модуль. И, как бы, будет всё. Никаких проблем. Мощность звука всего лишь 12 Вт. Ну, и зато и цена приятная. 25 490 рублей. Ну, и, в общем, дороже-то его и нет смысла покупать. То есть, вот его красная цена в пределах 26 тысяч. Отзывов немного на Яндекс.Маркете. На удивление, они какие-то размытые, эти отзывы. Хотя, вот, посмотришь на других порталах. Как бы, там оценка повыше и побольше покупателей приобрели данный телевизор. Техника действительно хорошая. Могу отметить её ремонтопригодность, качественную матрицу. И, вообще, как бы, процессор у него неплохой. Ссылки на все телевизоры, присутствующие в данном рейтинге, вы найдёте в описании к данному ролику. Если это видео было вам полезно, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под роликом. Жмите на колокольчик. И удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!